всем привет вы на канале богини рукоделия с вами милочка и сегодня давайте мы с вами повышиваем поболтаем сделаем такую болталочку и я вам покажу сейчас что я буду вышивать я уже давненько вам не показывала эту работу сейчас покажу превьюшку так вот это камин да этот камин я хотела вышить до нового года но так у меня получилось что я не успела его вышить и он у меня остается на этот год и мне нужно его конечно же постараться выше до декабря месяца но не знаю посмотрим так вот какая у меня здесь канва что у меня здесь выше то сейчас сейчас покажу вам вот вот так вот такие вот носочки вышиваются перешла я на эту сторону сейчас я возьму пяльца запяли их вместе с вами а сначала вам покажу на каких у меня листах это ключ к схеме схеме ключ и вот собственно сама схема тот лист по которому я сейчас вышиваю да я вышиваю по бумажной схеме и вообще все мои вышивки все мои работы вышиваются бумажными с бумажных схем вообще не люблю я электронные схемы вообще я не воспринимаю эти вообще гаджетами знаете вышивать по гаджетам да по этой как она называется кростик сага вот да и я сегодня вам конечно же расскажу о своей этой любви не любви кростик саги расскажу что я вообще думаю и расскажу вам еще такую новость давайте начну с новости джулетт кростич канал на ютубе ставлю ссылочку юля она придумала такой челлендж вышивай с кростик а вышивать с кростик сагой лучше это челлендж конечно же для меня был вообще таким неожиданным потому что куратором этого челленджа юля сделала меня ну как я могла ей отказать ну как но никак я не могла и отказать конечно же конечно же но вот я только сказала что я никогда не перейду на сагу и вообще ты меня об этом не проси и как бы у меня не получится даже как бы я бы не хотела как бы я бы не старалась мне просто не получится вышивать по саге хочу рассказать вам почему первое первое давайте расскажу то что для саги нужно чтобы был свободный например там телефон или ноутбук да или там планшет свободный у меня такой возможности нет освободить какой-то из гаджета мой телефон который у меня сейчас так сейчас проверю найду ниточку по которой которой я буду вышивать телефон который у меня сейчас но я собственно на него и снимаю все видео а вдруг мне придется снять видео как я вышиваю да и как я буду снимать откуда я буду брать схему если я буду посаде вышивать но не знаю вообще как-то как-то мне непонятно ну ладно с телефоном разобрались планшет планшет но естественно это детей планшет они мне его не дадут никак не за какие вообще уговоры и даже не подходи ноутбук но ноутбук тут такое дело ну знаете как когда берешь когда например я беру ноутбук мне нужно что-то там посмотреть сделать все сразу же то у детей какие-то там планы он мы хотим поиграть а мы хотим посмотреть то еще муж хочет им иногда что-то посмотреть поиграть ну как то так вот и поэтому с ноутбуком тоже у меня проблема есть у меня еще один ноутбук но он как бы такой уже не совсем новый и он работает только от зарядки ну то есть зарядка должна быть подключена в розетку ну то есть только от сети он не работает так просто так что если надеется на этот старый мой ноутбук то я даже не знаю то мне нужно будет постоянно привязанной к электричеству да а вот как мне быть потом когда мы например выезжаем на природу да вот очень часто мы летом ездим на природу я беру с собой вышивку ну вот бумажная схема здесь конечно же удобно если я например скачаю сагу себе на ноутбук на свой тут старенький то я не смогу его брать собой короче сага не для меня но конечно же я согласилась быть куратором этого челленджа челлендж начинается с 10 февраля до 10 марта так что если вы хотите думаете или там думали вышивать посадки и не знали как перейти то конечно же вступайте в челлендж конечно же я оставлю ссылочку и я буду очень рада за вами понаблюдать вот да вот мне тоже очень интересно как же люди переходят на кростич сагу какие у них будут там продвижение ну как бы да интересно но пока мой ответ нет я я нет я не могу но еще то что но я уже привыкла к бумажным схемам я только к ним привыкла и только научилась вышивать по бумажной схеме и тут мне говорят переучивайся ну не знаю не знаю вообще даже что мне по этому поводу думать но конечно же есть над чем подумать конечно же юля мне предоставила много фактов мимо которых я не могу просто пройти мимо том что конечно же я понимаю что на кростич саге удобней я понимаю это все так сейчас я вышиваю вот видите как бы бумажная схема да я вышиваю по бумажной схеме мне нужно постоянно иметь маркер либо ручку либо карандаш постоянно зачеркивать особенно когда маркет такой не пишет так сейчас найду другой особенно когда я снимаю видео то за этим нужно обязательно следить чтобы вышить то что я вышиваю правильно по схеме чтобы потом не перешивать не знаю говорят что в саге там все просто там выделил значки подсвечиваются как бы не знаю ну вот видите как есть не над чем подумать и может быть вы мне можете подсказать как мне быть в этой ситуации конечно для меня джульетта крустич юля она не ну как бы не пост не потусторонний до какой-то там потас какой-то там человек прохожий да я конечно же ей верю я конечно же уважаю ее как человека как блогера ну вообще мне она нравится как человек но но знаете как с бухты барахты прям вот сказать все да я покупаю сагу я буду вышивать но я не могу мне тут нужно подумать обдумать и этот челлендж как не зря кстати так что добавляйтесь чем больше будет людей в участвовать тем больше людей узнает о саге и таким может быть образом я и может быть кто-то еще тоже надумает перейти на сагу вот и мало того что еще юля что она придумала челлендж не просто тогда там челлендж и научиться вышивать по саге а челлендж с призами там получается каждую недельку кто вышьет больше крестиков в сумме например да еще в правилах стоит что вышивать нужно от 200 до 1000 крестиков в неделю в челленджи участвуют от 2 до 10 работ и эти работы должны меняться каждые два дня так что нужно будет вышивать не только одну работу а сразу несколько для того чтобы как бы научиться вышивать делать какую-то ротацию да там ну так интересно и в конце недели будет подсчет крестиков кто вышлет больше крестиков в суммарном количестве ну то есть например три работы участвуют в челлендже и на каждой работе выше то там по 1000 крестиков то если это число крестиков будет больше всего тогда вы получаете схему от дизайнера и волги ссылочки я оставлю тоже в описании так как юля мне предоставила их вот и в принципе я думаю это неплохой приз да и еще по итогам вообще в конце в самом конце уже 10 марта когда мы подобьем все итоги кто сколько вышел и кто вышел больше всего тот получит какой-то приз до какой-то сюрприз юля готовит говорила что готовит какой-то сюрприз какой не знаю честно не знаю даже нет интересно что же она придумает она умеет что-то придумать выдумать такое такая так что есть есть стимул побороться на и мало того еще поучиться повышевать в саге и принципе здесь я думаю что если будут какие-то вопросы то вы можете в челлендже там же спрашивать и я думаю что юля поможет я хотя честно не знаю чем помочь с технической точки зрения но думаю мы как-то будем вместе разбираться так так что вот такие вот дела если вы думали как то хотели задумывались то конечно же я вас жду мы вас юли ждем конечно добавляйтесь выкладывайте свои старты и вот старт игры старт челленджа будет получается у нас 10 февраля это не так уж долго ждать это вот немножечко осталось вот а я вышиваю свой камин да ну камин конечно же я вышиваю по бумажной схеме хотя нет ну не знаю это новинка 2019 года от новой слободы я не думаю что где-то уже есть перри набор ну не знаю хотя не смотрела но я же не смотрела не интересовалась вот видите какая здесь у меня канва большая такие дырочки большие что нужно иголку снизу так придерживать чтобы она не выпадала вот такие носки сейчас вышиваю кто вяжет носки я вышиваю носки да и мне тут недавно пришел один комментарий конечно же такой непонятный для меня то есть не нравится человеку то что я вышиваю только на своем канале вишеньки свои что я вышиваю по фотографии улов да то что я вышиваю грибочки разработки галины нестеренко ну как-то мне сказали что нет развития канала я задала такой вопрос как бы а что вы хотите смотреть если вы на тот канал вы попали потому что у меня работы ну такие немаленькие и то что если бы вы смотрели внимательно мой канал вы бы знали что я вышиваю еще и париж и камин и в планах у меня еще много другое еще есть так что так ну как бы да не угодила я зрителям не угодила подписчикам со своими вишенками тут своим уловом с этим камином кому он нужен конечно же не угодила ну да это же не китайские наборы там знаете как такое все доступные до которая есть в доступе свободном что можно зайти на сайт алиэкспресс купить там за за дешево и в принципе вышивать конечно же авторские схемы они в принципе имеет свою цену что оправдана я уже проверила на себе оправдана цена сейчас я отмечу вот видите мне нужно отвлекаться чтобы отмечать на схемке чтобы хоть бы не сбиться а то я так несколько раз снимала видео потом как по наснимаю сяду потом проверяю а у меня все сбилось вообще короче приходится мне потом после съемок все брать распускать и на ново перешивать ну вот так да вы можете мне конечно же сказать ну мил тебе как бы надо переходить на кростич сагу и вышивать но я же объяснила почему нет но не знаю короче у меня есть видимо время подумать и не знаю посмотрим посмотрю понаблюдаю за девочками как они будут вышивать их не отзывы конечно же буду спрашивать мнение у девочек как им нравится как они справляются с этим совсем но мне очень интересно вообще я очень рада и благодарна джульет кростич юли что она меня вообще сделала куратором этого челленджа вообще-то для меня такая прям не знаю какой-то знаете как хочется сказать достижение какое-то что ли в моем вышивальном мире так вот здесь у меня такие ниточки что мне я забыла взять нитевдеватель а хотя посмотрю сейчас как это у меня должен быть очень сложно а есть есть очень сложно одевать мне продевать ниточку без нитевдевателя они это не дмс ниточки я таки не узнала что же то за ниточки в наборе если вы знаете напишите мне мне очень интересно на обложке вот сейчас вам покажу еще раз мне здесь не написано здесь написано 32 цвета рождество вдвоем размер 40 на 26 и все все больше здесь не написано чита ниточки чье производство и какие они я даже не знаю ну не знаю короче что это за ниточки но это не дмс точно и даже видимо не схс потому что даже они не похожи на них так давайте дальше продолжим дам я же вот говорила о чем о том что не угодила я кому-то со своими работами ну что ж принимайте меня такой какая есть да у меня есть у меня есть китайский набор joy sunday это золотой карп у меня есть даже стартовое видео то есть можете пройти там посмотреть у меня одно из первых это видео но я его забросила я его не вышиваю конечно я планирую его вышить конечно я его никуда одевать не буду я его обязательно вышью но не в этом году честно не в этом году у меня весь год расписан вообще полностью по дням чуть ли не по часам расписан вот мой вышивальны да еще мне год без покупок так что я придерживаюсь о не смотрю новинки о девчонки вообще я не знаю это просто какой-то бум на новинки кто-то в фейсбуке опять добавил новинку там как же он называется набор ну короче олень и вот где роги оленя вот был когда-то лень такой из деревни да и такие вот дым такой был такой ворсисты дым делали то там на этих рогах 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 олень их там полностью целая деревня там деревня мельница но вообще там такая красота вышивается это все на какой-то темной конве но очень красиво просто ну знаете я так посмотрела быстренько перегорнула страничку чтобы вообще не расстраиваться чтобы себя лишний раз никак там не травмировать и конечно же я помню что у меня год без покупок для чего мне это нужно повторюсь еще раз я хочу вышить то что хотя бы начала и хочу вышить все свои схемки которые у меня есть да у меня добавилась еще схемка ст в лесу родилась елочка вот и она у меня теперь опять же добавилась моих очушки ну как бы не знаю сколько мне лет придется без покупок быть но в следующем году я обязательно после этого года который мне без покупок я куплю себе ниточки и тканюшки ну ткань канву куплю для ст в лесу родилась елочка куплю конечно же себе органайзеры не знаю возможно может быть еще куплю раму для этой работы либо может быть станок даже еще один куплю но не знаю не знаю я с каким результатом вообще я закончу этот год что у меня будет вышито надеюсь что мне будет вышит мой улов надеюсь что будут вышиты мои вишеньки вишеньки естественно будут вышиты там немного просто я их вышиваю в неделю по 500 крестиков и не больше ну как бы нет у меня пока на них музы там просто это та вишенька осталась последняя которая знаете там скопление одного цвета но 3-4 крестика а в основном там 1212 и это все разбросано просто по всей схеме ну караул караул и 500 крестиков не бывает иногда сложно на вышивать потому что вот эти одиночки это постоянная смена цвета я уже многоигольность применила господи уже хотела там и парковку сделать но опять же парковка не получается потому что в этом квадрате есть следующем который рядом стоящий квадрата нет этого символа ну вообще короче так так и живем и опять же я обращаюсь ко всем кто смотрит мой канал может быть вы где-то видели также как и я когда-то может быть фейсбуке вы видели что продавали эту схему вишенек я думаю что вы все знаете их все мои подписчики все зрители моего канала все знают о чем я говорю это те вишеньки которые у меня участвуют вышивальном проекте ликвидация если вы не знаете пройдите посмотрите помогите мне найти дизайнера разработчика этих вишенек не для того чтобы его поругать а потому что у меня спрашивают люди у кого мы можем купить эту схемку и даже мне сегодня 5 девочки писали где можно купить эту схему но не знаю кого я честно я забыла у кого я заказывала у кого я покупала кто мне отправлял ну короче а отправили мне эту схему бумажную а бумажную схему я зачеркиваю и она такая черно-белая как бы не цветная ну да там не видно даже передать кому-то подарить там не знаю там просто вышить по ней второй раз уже просто будет нереально но первый раз хоть бы вышить а второй по этой схеме вообще нереально ну так если вы знаете как мне помочь пожалуйста конечно же помогите я буду вам очень-очень благодарна вот и еще что я еще хотела вам рассказать что же хотела рассказать ах да я себе наметила план вы все тоже знаете что я сделала себе такой планер вышивки и я себе там пометила когда что мне вышивать но я еще параллельно себе делала план просто в кистиках и вот улов у меня не выходит не в неделю получается по листу я себе наметила что я буду вышивать улов так здесь не вышло сейчас минутку что я буду вышивать улов по одному листу в неделю в листе примерно три с половиной тысячи крестиков может быть немножко там 3800 не знаю отстаю вообще на два дня на прошлой неделе на два дня отставала и на этой неделе тоже на два дня отстаю вообще не знаю как не ускориться вообще ну я не знаю я не могу сейчас пока еще перейти на полностью найти такой режим который вот был у меня до праздников я могла просыпаться в 5 часов утра и целый час просто вышивать в тишине в спокойствии вот может быть из-за этого я в принципе и не успеваю ну потому что в неделю например на пускай пять дней до выходные я не просыпаюсь так рано пять дней в неделю это пять часов но вот пять часов вышивки я просто теряю я не могу перейти в режим вообще войти в режим который должен быть после праздников всех этих новогодних рождественских но как-то как-то так мне тяжело вот не знаю напишите мне как вы справляетесь вообще с таким все равно ну каждый же праздновал новый год и как-то как вообще выйти из такого спуна как выйти вообще с этой берлоги медвежьи чтобы не спать и вечером на главное что ж я и вечером и до ночи же не могу посидеть повышевать потому что ну вот 11 часов все мне хочется уже спать и в 6 часов еле еле просыпаюсь ну как то так как то так но вышивать не нужно лову потому что я обещала мужу ну как бы я же не могу и ему сказать знаете человек ждет до вы что работу тем более там уже я начала рыбку вышивать получается вообще классно просто я вот буду снимать отчет в сп вышивай в сп больше чем просто большая вы увидите так что подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить видео где я покажу сколько я вышила лова очень классно получается рыба просто я не знаю она как ну просто как настоящая вот мне кажется какой-то такой эффект 3d вот реально там есть эффект 3d вот и уже так красиво получается и знаете когда я сижу например вышиваю что-то другое ну например я вышивала париж сижу вышиваю париж муж такой проходит такой нам не смотрит говорит он тоже улов не вышиваешь а говорила что там вышиваешь вышиваешь я говорю ну подожди еще говорю не июль а мне нужно до 11 кажется июля вышить этот улов ну как бы до смотрит на меня с таким презрением как будто я то ли ему изменяю что лет какой-то знаете такой у него взгляд и так мне прям иногда неудобно вышивать что-то другое сидеть так это мне нужно вышить этот улов и уже потом я переключусь на париж наверное наверное на париж или может быть я переключусь на схемки которые меня участвуют в сп авторские истории это схемка грибочков потому что это сп только до августа вот тоже чтобы мне успеть грибочки вышить в этом сп ну короче у меня каждая работа участвует в сп и поэтому у меня уже есть дневник даже где когда у какого числа мне нужно сдавать отчеты если минимум там есть крестиков норма то я тоже это все пишу я вам тоже как-то в каком-то видео с болталки я вам покажу эти свои все записи кому может быть интересно всякие сп в играх я вот такие на те игры там бродилки там или кубики рандомы я не играю не могу не успеваю у меня еще группа в фейсбуке группа вы называется вышивальный проект ликвидация и я там же провожу вот эти же игры бродилку запускаю скоро будет с первого февраля потом меня там есть колесо фортуны как бы так иногда делаю какие-то там игры но сама честно не играю потому что не всегда хватает моего времени вовремя где-то отчитаться где-то сделать фотографию потому что всего много с работы приходишь кушать нужно приготовить накормить всех уроки проверить повышевать видео снять успеть смонтировать лечь спать и опять сначала как бы так ничего зато весело зато не приходится нет времени вообще-то как-то впадать в какую-то там знаете зимнюю такую депрессию хандрить ходить дата мне некогда мне некогда на работе некогда дома некогда и вообще кому скучно начинайте вышивать я так свое время от просто от скуки и начала вышивать и в принципе я рада этому всему так да и вот видите я вышиваю и здесь у меня такая канва кстати вот наш украинский производитель и я первый раз вижу чтобы канва вот была цветная до принят был на конве но это не схема как смывающийся которая знаете вот есть в китайских наборах нет это просто канва такая вот цветная ну так задумано она не смывается цвет не смывается ну по крайней мере я надеюсь что она не смоется да кстати мне нужно будет прочитать хорошо инструкцию перед тем когда стирать а вдруг смоется вот представьте я постираю и этот весь камин смоется и мне придется искать схемку чтобы его вышивать ну да я почитаю почитаю конечно же инструкцию почитаем вот так ну еще одну ниточку я с вами вышила в принципе для камина камин у меня тоже участвует в сп ой господи что ж мне только не участвует что мне не участвует все у меня участвует в сп разных камин участвует в сп группа гигантомания фейсбуке есть там сп кажется любимый мой дом или что-то уютный дом ну то есть все что связано с домом вышивают там девочки и я посмотрела мне тоже захотелось но я не могу пройти мимо тем более у меня камин на то время был свободен нигде он не участвовал никаких сп и вот я думаю почему бы нет и вот получается что я вступила в сп и тоже вышиваю но там нет такого знать там обязательно вышить там тысячу крестиков в неделю да там просто отчеты каждую недельку и это интересно потом самой знаете вот как наблюдать вот за месяц например там 45 отчетиков делаешь и потом смотришь как продвинулись вообще дела и если бы не это сп я бы не брала бы этот камин так как я и до сп его не брала в руки не вышивала и вот как я вышила там несколько дней немножечко то я к нему просто не приступала потому что другие есть работы да у меня есть другие более как не то что интересное камин мне тоже интересно вышивать я не скажу что я его вышиваю там знаете с под палки с какой-то а более вот есть значимая до больше весомые работы ну вот как улов вот как вишеньки мне нужно обязательно вышивать по 500 крестиков потому что они участвуют вышиваем на проекте ликвидации ну тем более это мой проект и тем более я не хочу я не хочу девочкам показывать такой пример что не вышивайте я хочу показывать пример что наоборот вышивайте и возможно вышивать по 500 крестиков неделю ну как то так а камин был у меня свободный и вот когда я в этой группе геантомании увидела и что есть такой проект сп я сразу же туда вступила и вот уже на этой недельке я делала отчетик нет на прошлой неделе там нужно до воскресенья кажется до понедельника до утра нужно сделать отчетик и в принципе я себе в неделю один день выделяю на камин на вышивку камина вот я сегодня с вами снимаю видео болталку вышиваю камин и я уже на этой недельке к нему просто не буду возвращаться потому что я уже повышевала но хотя хотя не знаю посмотрю может быть еще вернусь может быть дошью я этот носочек но не знаю посмотрим ну просто простите просто как-то сложно порой иногда бывает делать вот эти вот всякие коллаборации с работами привыкаешь к одной схеме привыкаешь к одним ниточкам ладно иголки метод одинаковые уже везде а вот ниточки ну на камине другие ниточки ладно в других всех остальных работах мне там только дмс ниточки а вот на камине у меня другие ну все равно это нужно привыкать к схеме нужно привыкать к символам нужно привыкать опять же к ниточкам ну сложно когда много работ у меня их сейчас в работе 5 и нужно как-то правильно их распределить чтобы всем уделить внимание ну но ничего я думаю что я справлюсь у меня на это все есть целый год у меня это все стоит в планах за год вышить но еще у меня есть в планах в этом году вышить розочки розочки которые мне подарила алина не стеренко схемку очень красивый роз у меня есть все для розочек и ткани ниточки все есть только нужно вышивать вот дошью что-то из своих этих пяти работ может быть дошью кабин да или дошью нет если я дошью вишенки то у меня есть замена у меня там еще на ликвидацию лежит салфетка дорожка такая на комод красная вот а что же я могу поменять на эти розочки грибочки вот например я дошью грибочки в сп авторские истории я конечно же начну сразу же вышивать розочки потому что мне тоже очень хочется их вышить да и вообще мне этот год 2020 я себе так нацеливала его так себе хотела сделать чтобы вышивать по схемам только по схемам галины нестеренко но я не могу не вышивать камин потому что я его же начала вышивать я не могу не вышивать вишенки потому что тоже ну знаете как же осталось немножко до финиша и бросить ну как то как то не совсем правильно так проверяю все этот цвет я вышила я вам сейчас покажу как я каким методом закрепляю здесь ниточку здесь в принципе я не смотрю на идеальность изнанки просто вот так вот провожу да и все принципе вот самая закрепка никаких больше действий я не провожу ничего там не заматываю ничего не закручиваю никаких узлов я не делаю так сейчас я отмечу себе схемку вот это очень хорошо я в принципе на этой схемке на своей я вам покажу сейчас ее вот который мне осталось часть дожить этого листочка но это